Все началось с моего рождения, когда я еще была у мамы в животике. У нас так получилось, что у мамы с папой у них совершенно разные группы крови. Это первое и четвертое, причем положительное и отрицательное. И на самом деле, я не знаю, как это вот с самого-самого моего зачатия еще Бог все усмотрел, что чтобы я родилась, чтобы я жила. И вот под конец беременности у моей мамы случился выброс антител, потому что, ну вот из-за разницы крови у нас мне, конечно, совпало отрицательное, но все-таки ее организм воспринял меня как чужеродное тело, и я родилась в очень сильном тонусе, я родилась с желтухой, и это была суббота вечер. И, естественно, все главные врачи, они отсутствовали в поликлинике в тот день и приходили на работу только в понедельник. И когда пришел уже главврач, увидев меня, он сказал, что ваш ребенок при смерти, и шансов очень мало. Естественно, ну мама была в очень диком расстройстве, я даже не знаю, как передать ее чувства, но, слава Богу, у меня был дедушка Соломон, он был очень сильный молитвенник, и уже узнав сразу про эту ситуацию, он сразу же приехал в больницу и сказал, кладите ребенка вот на подоконник. Врачи сказали, ну вы вообще в своем уме, как мы можем ребенка на подоконник? Он сказал, не откладите, я буду молиться, и начал молиться за меня прям вот на всю больницу, при всех врачах именно провозглашать, что я буду здорова, что я буду исцелена, что я буду расти полностью здоровым ребенком без отклонений, без всякой болезни. И так и случилось, что через какое-то время я стала восстанавливаться, набирать вес, и все пошло хорошо, поэтому вот эта ситуация, мне ее рассказывала, естественно, мама и бабушка, то есть с их слов, но это та ситуация, которая помогает мне в течение всей моей жизни вспоминать огромную Божью любовь ко мне, то, что еще с самого моего рождения Бог все усмотрел. И вообще, в принципе, все мои этапы жизни, они поворачиваются как нельзя лучше. Я очень благодарна Богу за это, потому что иногда бывают такие повороты, которых я не ожидаю. Допустим, мое поступление в университет. Это было очень неожиданно, когда я вообще жила в Сочи с родителями, и так получилось, что поступила в Белгород на бюджет, хотя подавала и в Москву, и в Питер, и в Краснодар. И каким-то чудесным образом Бог отправил меня именно в Белгород, и потом в этом же институте меня отправили по обмену учиться за границу, то есть я получила это бюджетное место, и оно было именно вот просто благословением, потому что ни финансовых средств нет у моей семьи, чтобы отправить меня учиться за границу. Но вот так все прекрасно сложилось. В этом же городе я познакомилась со своим мужем. То есть вот все ввело, как бы судьба мне казалась, что вот почему я поеду одна в этот город, но на самом деле Бог всегда поддерживал меня, я там нашла свою поместную церковь, и там именно уже начался мой духовный рост, что я стала общаться с пастором, я нашла много друзей, там было молодежное собрание. Все это ввело меня к духовному росту, и потом в будущем я уже решила переехать в Санкт-Петербург, в более большой город. Тоже чудесным образом Господь усмотрел здесь и жилье, и работу. И я нашла церковь, вначале, конечно, пошла в другую, но позже Бог привел меня уже в ту церковь, где я нашла именно тот источник вдохновения, источник энергии. То есть я почувствовала, что в этой церкви есть присутствие Святого Духа, и то, что мне именно очень полезно и назидательно находиться именно в этой церкви. Поэтому я благодарна Богу за эти повороты судьбы. Мои родители, они неверующие, но так получилось, что когда я переехала из Ташкента, где я с бабушкой ходила в церковь с самого детства, то я приехала в Сочи к маме. И, естественно, я жила с ней, и немножко мои детские верования угасли. И так получилось, что бабушка всегда намолилась за меня и всегда хотела, чтобы я пришла к Богу. И в 16 лет я отправилась к ней в Москву, чтобы с ней встретиться там. И она привела меня в церковь, где я, поговорив с пастором, я плакала прямо на служении, потому что мне было не то, чтобы я плакала отчасти, а наоборот, хотела уйти, убежать, потому что было столько всего непонятного в моей душе. Но после этого я решила покаяться, когда уже вернулась домой, покаяться, попросить прощения перед Богом за все мои дела. И вот в этот самый момент как раз у мамы на работе появилась верующая подруга, которая тоже постепенно стала рассказывать ей о Боге. И так получилось, что в тот момент, когда я захотела пойти в церковь, эта подруга пригласила и мою маму в церковь. И мы пошли с ней вместе, как раз таки вот именно в городе Сочи. Там я уже принимала крещение, и моя мама тоже ходила в эту церковь. Я очень благодарна Богу за всю мою жизнь, за любой ее поворот. И я верю, что меня ждет еще очень много разных сюрпризов от моего любимого Небесного Отца. И я очень жду. Я благодарна и с радостью принимаю всегда любое событие. То есть даже если оно кажется каким-то плохим, на самом деле я понимаю, что это для какого-то научения и назидания меня. То есть что мне нужно... Я сразу прошу Бога показать мне, в чем Он хочет меня научить сейчас конкретно этой ситуации. И я считаю, что какая бы тяжелая ситуация ни была, какая бы ни была именно жизненно больная, трудная, очень душевная ситуация, когда кажется, что вот уже нету сил бороться или уже потерял просто всякую веру потерял. Я считаю, что нужно с последними силами собраться и просто вызвать к Богу, потому что Он имеет ответ всегда, всегда. Даже если Господь медлит отвечать, у Него все равно будет ответ, и все равно придет решение в любую ситуацию. И Господь всегда поддержит и утешит, даже в самых сложных жизненных ситуациях. Поэтому я всегда обращаюсь к Нему, всегда молюсь. И это помогает, во-первых, сохранять мне мою духовную составляющую, то есть всегда быть горящей, всегда быть открытой, всегда быть радостной. Потому что когда ты в Боге, ты наполняешься радостью, и вот эта печаль какая-то, грусть или депрессия, может быть, от каких-то ситуаций, она всегда уходит. Поэтому, чтобы каждый был именно насыщен этим. И хочу обратиться к каждому, что если сейчас вы испытываете какие-то трудные ситуации, не бойтесь, просто воззовите к Богу, помолитесь, и я знаю, что Он ответит на каждую вашу ситуацию, на каждую вашу нужду, и на каждый ваш вопрос. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова